Вот тетрахор. Давайте споем. Что такое тетрахор? Четыре. Четыре? Звука, да? Ми, по, соль, ля, потом си, вниз, доры, ми, ми, до си, ля, соль, по, ми, поем. Так, поем неустойчивые ступени. Фа, ми, соль, ля, соль, фа, ми, поем неустойчивые ступени. Если вы что-то забыли, вы вспоминайте трезвучие, трезвучие, говорю, вспоминайте, непонятно, трезвучие вспоминайте. Ну, громче. Си, вот Яна сейчас дошла до Яны. Сорлик не доходит. Ми, соль, а потихонечку спел. Ми, соль, си. Си, вот это ступени. Си, до си, ля, соль, 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 фа, ми, фа, соль, ми. А, а у вас стоит парка, Что вы тянете? И паузу же. Вам самим легче будет петь. Дыхание берете. Ну, ты как раз затянула. Так. Форма какая здесь? Что? Что пинаху? 77. Вообще-то это домашнее задание. Сама должна открывать. Повторно. Одно представление. Посмотреть. Ну, давайте опять. Вот это что у нас? Си-да-си-да-соль-соль-соль-фа-ми-фа-соль-ми. Что это такое? Это предложение. Перетапия. Си-да-си-да-соль-соль-соль-фа-ми-фа-ми. Второе предложение. Два предложения вместе сложили, что получили? Период. Период это часть. Если два периода, какая форма? Двухчастная форма. Три переда. Трех част. Я говорю, перед это часть. Два переда, двух частная форма. Так вот уже первая часть. Дальше что идет? Мы учились. Печаاد. ВEO Это предложение. Я не спрашиваю, как строится это предложение, но это предложение второй части. Первое предложение второй части. Второго периода. Си-да-си-да-соль-соль-соль-фа-ми-фа-ми. Второе предложение, вторая часть это второй период, в целом получается двухчастная форма. Теперь сравните предложения, какие предложения одинаковые? Говорите, человек. Второе, второе и третье. Второе и четвертое абсолютно одинаковые. А заканчиваешь на какой ступени? На первой. А первое предложение иметь? Да, но только заканчивается на третьей. На третьей, да. То есть у нас получается первое, второе и четвертое предложения одинаковые. Первое предложение, какая буква? А. Второе? А. Нет. А1. А1. И с небольшим изменением мы говорим А1, вариант. А1. Дальше какая буква идет? Б, потом А1. Вот эта форма называется двухчастная, репризная. Запомните. А плюс А1, это у вас первый период. Кстати, это какой период? Двухчастный. Повторный. Повторный период. Коль предложения одинаковые. Даже если это с какими-то изменениями, все равно это будет повторный период. Или еще лучше говорить повторного строения. Повторный период повторного строения. Дальше идет у вас B плюс А1. Это второй период, вторая часть. Видим, что две части двухчастная форма. Но вот эта часть, она называется как? Коль она повторяет вот это. По-итальянски назовите. Если она повторяет. Повторение по-итальянски. Что? Реприза. Реприза. Вот эта часть называется реприза. И в целом двухчастная репризная форма. Двухчастная репризная форма. Если у нас второе предложение, повторяйте. Второе предложение первой части. Кстати, вот в этой форме многие джазовые темы построены. И джазы музыканты обычно говорят ААБА. Какая форма? ААБА. Вот первая часть, да? Теперь что идет? Вторая. Такая же, да? А1. Такая же, да? Та-та-та-та-та-та. На третьей ступени заканчиваются. А здесь та-та-та-та-та-та. На первой. Как это в немецкой песне. Дальше вторая часть идет. Что? Это трамбон. Что? Это трамбон. Ну какая разница, кто играет? Если ты не играешь, то все, не считается. Это вообще... Наши музыки несуществительные. Вот это у вас часть В. А потом что? Вот вам тоже пример двухчастной репризной формы, это и в джазе, и в народных песнях, особенно в немецких песнях, очень часто это есть формы. В немецких песнях А, А, Б, А, в двухчастной репризной форме. Какая французская песня? Тарин французской песни. Да, это. Тарин французская песня. И дальше бацалет. Далее катонуса. Две А. Дальше идет. Двухчастный реприз. Правильно, молодец. Дальше.